Ну, наверное, это будет самая известная история стычки в приюте собаки Симашка. Ну и давайте сразу перейдем непосредственно к случившемуся, к ЧП, так сказать. Кого покрывает полиция? Закон не на стороне волонтеров и животных. В домашнем мини-приюте собаки Симашка случилась беда 3 марта этого года. Утром волонтер Марина Бердяева пошла кормить и собаник и увидела стекающего кровью дико. Побежала в клинику, там их направили в Ленинскую городскую, так как нет хирурга, нет должного наркоза и так далее. Вызвали такси, тоже, что было проблематично для поселка. Но все же приехали, сделали операцию, зашили сосуд, сухожилия, было всего 3 раны. Кровотечение остановили, назначили лечение. Как справилась с делами, женщина сразу пошла писать заявление в полицию. В общем, в двух словах. У нас теперь никак не карается проникновение на чужую территорию, если нет грабежа на крупную сумму. Угрозы жизни тоже никак не пресекаются. Нанесение тезисного вреда собаке – это опять-таки не преступление. Зато к Марине Абельдяеву очень большие претензии по количеству хвостиков. Еще и грозит штраф. Очень много выслушала женщина от начальства следственного отдела. Сделала вывод – права животных никак не защиты. И ее, в принципе, тоже. Рассказывала на эмоциях женщина. В этот же день сосед жестоко обращался с котом соседки Марины Абельдяевой. На него тоже было написано заявление. В частной беседе было сказано, что все сделано, чтобы собак не стало вообще. И сегодня ночью он собирается поджечь все будки приюта, вольеры вместо собаниями. Сказала волонтера – это в полиции. Ответ – будете гореть, вызывайте пожарных и нас. Тогда и будем разговаривать и продолжать разбирательство. Может, у вас проводка старая и возгорание от этого. Люди, это же беспредел. Получается, нас будут защищать, когда нас будут убивать в реалии. Если успеете выжить – звоните. Сейчас предстоит бессонная ночь. Буду оберегать жизнь свою и хвостатых, да и себя. Если есть какие-то мысли и предложения, как защитить моих подопечных, советуйте. Нужны случаи из жизни, когда сработало. Законы, как оказалось, не действуют у нас. Говорила тогда в отчаянии женщина. Напомню, перед тем, как вы там, может быть, какие-то комментарии напишите. Это Донецк, ДНР. Законов о зоозащите нет и не предвидится, как не старались волонтеры. Поэтому у нас другие обстоятельства. Законов о зоозащите нет и не предвидится.